Актовый зал школы номер 7 города Видное, где проходила музыкально-театрализованная программа музыкальной гостиной, уже перед началом представления выглядел сказочно. Юные дарования с волнением ждали своего выхода на сцену. Я очень люблю выступать, петь там. Мне очень нравится, что со мной мои девочки-подружки. Я очень люблю петь. Я выступала с Золоской и мне очень понравилось. И потому что ты выступаешь как артистка. Шесть лет назад родилась идея создания музыкальной гостиной, где дети дошкольных образовательных учреждений учатся слушать и понимать классическую музыку. Они долго готовятся, они глубоко переживают все интонации музыкальных произведений. И театрализованная вот эта вот форма помогает им глубже понять искусство. Мы шестой раз уже участвуем в музыкальной гостиной. Мы с каждым годом хотим сделать программу все лучше, интереснее и насыщеннее. По забораживающую восточную музыку дети из прогимназии исполнили танец павлин. Программа районной музыкальной гостиной 2012 называлась «Сказка в музыке». И ребята в своих выступлениях повели всех в страну чудес, где есть принцессы и принцы, снежная королева и другие любимые персонажи. Вот очень обратно, что у наших детей есть возможность, собравшись вместе, показать то, к чему они стремятся, то, что они уже умеют. А все вместе это называется таланты. Глава района поблагодарил педагогов за труд в деле воспитания у детей духовности и развития у них творчества. Ребятам же пожелал дальнейших успехов. В память об этой встрече на музыкальной гостиной Сергею Кошману был вручен подарок. Мы, взрослые, обязаны, и это важно поддержать наших детей сейчас, чтобы потом вот это светлое и доброе было возможным передавать из поколения в поколение. А вы сами играете на каком-то музыкальном? Да. Знаете, я, во-первых, закончил музыкальную школу по классу фортепиано, но это, конечно, было еще в детстве. А вот хобби, уже потом дальнейшее увлечение, это была труба, музыкальный инструмент, духовой. Да, это мне нравилось. Я играл в вокально-инструментальном ансамбле. Ольга Титова, начальник управления образования, сердечно поздравила юных артистов и всех присутствующих с праздником. Ведь традиционное проведение в январе музыкальной гостиной никак по-другому и не назовешь. Я раньше тут выступала, мне тут очень понравилось. И я хочу каждый раз сюда приходить и смотреть. Я буду слушать красивую мелодичную музыку, классическую, потому что она мне очень понравилась. Эпиграфом музыкальной гостиной были слова Ивана Тургенева. Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках. И, думается, дети, однажды прикоснувшиеся к прекрасному, научатся распознавать истинные ценности жизни. Людмила Недведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.